Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся на площадке Овощной город. На нашем поле встречается более 10 видов растений, среди которых марь, послен, щерица, осод, горец, бодяг, куриная проса, местами встречается подмаринник и прочие сорняки. Вот мы идем по обработанному участку, сорняков здесь не встречается. Заходим на необработанный участок и сразу видим большое количество мари, которые здесь присутствуют практически повсеместно. Также имеется проса, если поискать можно найти послен и осоды. Прошло 7 дней после последней обработки гербицидами и на необработанном участке к этому времени марь уже начинает перерастать картофель. Вот как выглядит междуряди на необработанном участке. Видно, что здесь имеется в основном марь, также имеется послен и встречаются другие сорняки. Есть здесь и осоды. Совершенно другую картину мы можем наблюдать на обработанном участке. Сорняки здесь найти очень сложно. Практически полностью мы от них избавились. На обработанном участке можно найти сорняки вот в таком виде. Как вы понимаете, никаких проблем они уже не представляют. Всего мы провели три обработки гербицидами. Первая обработка до всходов картофеля. Боксер в дозировке 2 литра на гектар плюс гизогард в дозировке 2 литра на гектар. Вторая обработка по растениям картофеля высотой 10-15 сантиметров. Это был боксер в дозировке 1,5 литра на гектар плюс гербицид на основе римсульфурона в дозировке 20 грамм на гектар. И третья обработка такая же, как и вторая. Боксер в дозировке 1,5 литра на гектар плюс гербицид на основе римсульфурона в дозировке 20 грамм на гектар. И этого оказалось вполне достаточно, чтобы сдержать сорную растительность и обеспечить чистоту нашего картофеля.